МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не секрет, что взаимоотношения поколений порой выглядят как настоящая война. Конфликты возрастов и взглядов, стереотипы общества десятилетиями мешают жить и работать, да и просто дышать полной грудью. Почему проблема эйджизма так актуальна во всем мире и как с ней борются белорусы? Итак, гости программы. Начальник управления занятости населения, Комитета по труду, занятости и социальной защите Гомельского облсполкома Игорь Михальков. Добрый день. Председатель правления Международного общественного объединения взаимопонимания Анжелика Анножко. Рад видеть. Добрый день. Директор учреждения Центра современной культуры Бегущая черепаха Леонид Калитеня. Здравствуйте. Здравствуйте. И пиар-менеджер Международного общественного объединения взаимопонимания Кирилл Припляска. Добрый день. Добрый день. С нами на связи в онлайн-гостиной «Беларусь-4» Елена Ященко, Ольга Шатыка и Юлия Шпак. Добрый день. Рад видеть. Добрый день. Добрый день. Международное общественное объединение взаимопонимания. С 2009 по 2020 годы при поддержке немецкого фонда ФАУЗ «Память, ответственность, будущее» реализовано 160 проектов, направленных на поддержку бывших узников национал-социализма и повышение качества жизни пожилых людей. Общая сумма финансирования – около 3,5 миллионов евро. Государственными организациями реализовано 39 проектов, негосударственными – 121 проект. Из них в Гомельской области 17 проектов, 2 – в государственных и 15 – в негосударственных организациях. Итак, уважаемые гости, сегодня поговорим об эйджизме, дискриминации по возрастному принципу. Сейчас, уверен, по ту сторону экрана зрители спросят, о чем о чем, об эйджизме. Давайте в самом начале расставим все точки над «и». Если вернуться лет на 50 назад, это как раз вот я ровес, ни за этого периода, этого термина, то, наверное, я могла бы сказать, что во времена моего детства эйджизм скорее проявлялся по отношению к молодому поколению. И молодые люди не имели такого права голоса, не могли влиять в той степени, в которой они влияют сегодня на принятие различных решений, в том числе и касающихся их самих, их жизни, их судьбы. Сегодня мы имеем обратную ситуацию. Сегодня пожилые люди уже не имеют такого влияния, которое они имели 50 лет назад, даже на уровне своей семьи. Это уже не тот авторитет, который был раньше. Сегодня крайне редко дети хотят, чтобы их родители воспитывали их детей и транслировали им свои ценности. Ну и есть, конечно же, много разного другого проявления. Вот этот ценностный разрыв между поколениями, он приобретает какие-то безумные масштабы на самом деле. Раньше, мне кажется, что бабушки и внуки и родители жили более или менее в одной какой-то парадигме, в одном культурном, что ли, коде, в одном культурном пространстве. А сейчас, вот, например, я с младшим братом, у нас разница 6 лет, но мы уже совсем не понимаем друг друга, и живем совершенно, разговариваем на разных языках. И все-таки многие скажут, да какие претензии поколений? Возможно, именно потому мы спросили у пожилых гомельчан, что им не нравится в молодых, у молодых где, в каком плане их раздражают пожилые. Давайте посмотрим, что из этого получилось. Что вам не нравится в пожилых людях? Да все нравится. Сами такие будем. Мириться надо. У всех пожилых, ну не у всех, может, у некоторых есть, у некоторых нет, свои старческие стереотипы, с которыми очень трудно бороться подросткам. И наше мнение очень часто расходится в мельчайших вещах. Они постоянно любят учить молодежь жизни. Наверное, это плохо. Ну, у них свой опыт, у нас свой должен быть. Сериотипы. Мне кажется, это самая большая проблема. Воршливость. Такое предвзятое отношение к нашей молодежи на сегодняшний день. Они постоянно чем-то недовольны, им что-то не нравится. Тем не менее, это наши родственники, бабушки, дедушки. Мы все равно их очень сильно любим. Нет такого, что мне не нравится. Я их очень уважаю. Только потому, что они пожилые тоже. Скажите, что вам не нравится в молодых людях? Наверное, только одно, что они не очень уважают нас, стариков. Сейчас, в последнее время. Да, как-то так снизилось это. И, наверное, то, что они очень мало знают о прошлом нашем. В частности, о Великой Отечественной войне. Новое поколение. Они сами думают, наверное, что так. Им для них это лучше. У нас другое состояние души. Да не все нормально. Плохо, когда они работают. Сидят на скамеечках. Так вот, я здесь живу рядом. Вроде бы, ребята такие при силе, они работают. Не хотят, во всяком случае. При желании можно все найти. Вот это мне не нравится. Старуха идет. Никогда не пропустят. Ни троллейбусы, ни... А многие хорошие. Вот я сегодня ехала. Садитесь, бабушка. Спасибо. Итак, признаюсь честно, я где-то даже удивлен и растерян. Я не думал, что все-таки действительно накопились за десятилетия и больше легкие претензии поколений. Да, это все с улыбкой и с виду безобидно, но вот эта грань критичности, она очень тонкая. Ваши комментарии по увиденному, Леонид, Кирилл? Я бы сказал, белорусы просто очень вежливые люди. Там видно было, им есть что сказать, но на камеру мы скажем, как всегда, обтекаемо. И тем не менее, посмотрите, можно по пунктикам разбить претензии поколений. Да, но принципиально это люди из разных вселенных. Чего они нас учат, почему они ворчат. Они ничего не знают о нас. Это люди, живущие в одном городе, в одной семье. Кстати, накануне эфира мнением в тему с нами поделилась активист, волонтер, член коалиции «За достойное долголетие» Раиса Синельникова. Независимая, это не только Белоруссия. Во всем мире люди пытаются выглядеть моложе. В прошлом году, нет, год назад, в Соединенных Штатах потратили 16 миллиардов долларов на пластические операции в основной массе. Это операции по улучшению внешности. Сколько мы тратим на косметические всякие антивозрастные, противовозрастные средства? Уходят опять огромные деньги. Люди боятся постареть, потому что боятся чего? Как раз этого эйджизма, особого отношения к пожилым людям. Это опасность потерять работу. Это опасность выглядеть непривлекательным. Это опасность быть нежелательным в какой-то другой компании. Мой вопрос в интернет-гостиную «Беларусь-4» к психологу-психотерапевту Елене Ященко. Елена, подключайтесь к разговору. Ваши комментарии в тему. Что я заметила, в Израиле, к сожалению или к счастью, не уступает место пожилым. Но и пожилых людей никогда в жизни никто не выгонит из ресторана, из пара, из дискотеки. То есть нет определенных каких-то, скажем так, наигранных привилегий. Взамен к этому мы получаем равное общество. То же самое, как существует с гендерным равенством. Елена, но возможно и в Беларуси не будет проблем с тем, чтобы пожилой человек зашел в ночной клуб. Другое дело, как отреагирует общество. Если мы говорим про видимость, то непосредственно пожилые люди, если там про демографию мы много говорим, да, пожилые люди, они видны. Их множество на улице, их множество везде. То есть куда вы не придете, вы увидите пожилого человека. Вы увидите пожилого человека в ресторане, в баре, в пляже, на беговой дорожке. Они участвуют в марафонах. То есть они есть везде. И, соответственно, так как они есть везде, это не какая-то исключительность и повод для того, чтобы на него, не знаю, выражали как дискрименционные суждения, да, или наоборот, было период каким-то восхищением. Это такая же часть жизни, как если, не знаю, в любой, не знаю, в бар здесь молодой человек, в бар здесь дедушка 80 лет. Абсолютно точно такая же реакция, абсолютно точно такая же реакция у всего персонала. И, в принципе, мне кажется, что в мире будет такая тенденция о том, что мы говорим о том, что пенсионный возраст увеличивается, количество людей в мире пожилых увеличивается. В конечном итоге мы придем к тому, что в сфере обслуживания самих пожилых станет больше. Появятся целые капель, которые будут обслуживать нас пожилые, продавцы будут тоже пожилыми. И вообще во всех сферах услуг мы будем увидеть не только молодые улыбающиеся лица, как нам говорит маркетинг, да, мы будем видеть абсолютно другую картинку, собственно говоря, к чему общество идет. И это будет абсолютной нормой, и это не будет каким-то нонсенсом. То есть мы не будем делать из этого действительно какой-то инфопо, да, там бабушка пришла на дискотеку. И все-таки, наверное, огромное количество людей в ответ по ту сторону экрана сейчас скажет. Подождите, Елена, вы о чем? Про какой ночной клуб, отдых, удовольствие, путешествие три раза в год по всему миру? Это все из кинофильмов. Мы хотим жить с детьми, мы хотим заниматься дачными заботами, мы хотим, простите, старости на диване у телевизора, тихого счастья. На мой вкус вообще нет исключения, абсолютно нет исключения. Вы можете по воскресеньям, не знаю, выращивать цветы на даче, да, а вот в пятницу вечером вам хочется пойти в клуб. То есть если вам это хочется сейчас в 40 лет, там в 30, в 50, да, там в 20, то почему вам этого не будет хотеться в 70 и в 90? То есть я в этом абсолютно не вижу разницы. Другой вопрос, есть ли у вас та возможность, чтобы вы могли три раза в год путешествовать в 80 лет? Я за то общество, в котором, да, я хочу в свои 80 путешествовать минимум три раза в год. То есть вопрос, что сейчас общество делает для того, чтобы, добавим еще 50 лет к моему возрасту, чтобы я в свои 80, да, могла это себе позволить. Я думаю, что доля пожилых людей, как в Израиле, так и в Беларуси более-менее одинаковая. Но то, о чем говорит Лена, в Израиле количество пожилых людей, которые ходят на дискотеки, в кафешки, посещают всякие общественные мероприятия, судя по всему, намного выше. Я думаю, что в белорусских кафе сейчас не так просто найти пожилых людей, пенсионеров, а уж тем более на каких-нибудь модных вечеринках. Проблема в том, что мы не позволить себе этого не можем в старости? А вот это хороший вопрос. Позволить себе не можем или не хотим? Я бы сказал, что существует стереотипическое мнение о себе. Я старый, я уже не могу, мне уже это не полагается, я уже это не должен и так далее. Конечно. Какое количество бабушек и дедушек считают своей целью в жизни помогать дожить ради своих детей на пенсии? Для них сегодня это смысл жизни. Имеем ли право лишать его мы? И на что всё-таки мы хотим акцент сделать? Я бы здесь сказал так, что происходит подмена смысла жизни. Смысл жизни, когда у тебя есть цели, которые тебе нужны. А когда я живу ради детей, это значит, что у меня нет цели, но зато есть дети. Вот теперь вы мой смысл. Покорить Эверест – это цель. Улететь там, я не знаю, на целый год покорять какие-нибудь там джунгли, не знаю, изобрести что-нибудь – это цель. А отдавать пенсию детям – это замена цели. Это значит, у человека внутри пустота, и вот сейчас кто-то будет мне замещать мою пустоту. Вот видишь, я тебя там облагораживаю, будь мне благодарен. Все же говорили, не хватает уважения. А вот когда деньги передаю, в этот момент уважение есть. Это очень опасная ситуация, на мой взгляд. Но мне кажется, что это проблема не столько даже пожилых людей, сколько проблема вообще всех людей, белорусских людей. Да и не только белорусских, справедливости ради. Да, вполне вероятно, да. И среднего возраста, и даже молодых. И еще про активность на пенсии. Реплика от Раисы Синельниковой, пожалуйста. Тогда, когда впервые ввели пенсии, человек жил максимум 60-65 лет. Чуть-чуть. На пенсию оставалось лет 5. Это в лучшем случае. Это было в Великобритании. Теперь сколько лет мы, правда, получаем эту пенсию? 20, 30, некоторые и 40. Так может быть, мы еще полны сил, полны энергии. Давайте честно признаемся, мы немолодые люди, что мы готовы еще работать. И многие признаются, мы рынка труда к этому готов. Почему-то, опять, если не избавиться от этого стереотипа и предвзятости, что пожилые плохо обучаемые, что они уже не способны овладеть информационными технологиями, что они требуют слишком много на работе, что они часто болеют и так далее, то мы не используем этот резерв и ресурс, который есть. Отдай. Мы всю жизнь накапливали. Накапливали знания, накапливали опыт на какие-то ручные умения. Наша материальная, наши потомки каким-то образом используют. Хотя бы на тряпочке, да? В квартире будут продолжать жить. Книжку, может, кто-то почитает. А со знаниями, полная голова, полные руки умений. И что, мы позволим этому просто уйти в землю? Давайте стимулировать, создавать возможности, чтобы вот все это накопленное интеллектуальное отдать, передать другим. Это огромный капитал, от которого бы общество выиграло. И если бы это тоже стало целью, если бы завтра я вышла из дому, а меня соседка спросила, ну что, ты уже ходишь там вот в общественный организм, в Красный Крест, например, который помогает сейчас с ковидом? Нет? А я давно ухожу. И тогда я выгляжу как-то даже неприлично, неловко. То есть изменить другие должны быть стереотипы, другие социальные ожидания от пожилого человека. Спасибо большое. Сколько мудрости в одном интервью. Анжелика, я так понимаю, что все-таки эта мысль не только про то, что государству нужно меняться, государством во всем мире нужно меняться, но и про то, что нет ничего важнее личной активности. Это призыв, на мой взгляд, в том числе, возможно, в первую очередь, к ровесникам. Я слушала Раису в очередной раз с огромным уважением и удовольствием. И это как раз к тому, что я говорила и в прошлой программе немножко относится. Да, мы понимаем, что пожилые люди должны быть активными. И это правильно, нужно быть активными. Но где они и как они должны проявлять эту активность? Мы создаем массу разных площадок, предлагаем им, но мы их не спрашиваем о том, хотят ли они этого. Кто-то соглашается, принимает это, кто-то даже с радостью, но тем не менее мы не спрашиваем у человека, что он сам хочет. На мой взгляд, в данном случае Раиса как раз имеет в виду то, что в нашем обществе, в нашем государстве должны быть созданы возможности для того, чтобы человек сам для себя решал, что он хочет. Он мог это, хочет предложить, либо реализовать самостоятельно. И наша задача создать условия для того, чтобы он мог эти шаги совершить. То есть мы можем предложить ему дополнительное обучение с последующим трудоустройством. Почему нет? Но важно, чтобы обратная сторона все-таки тоже работала. Важно, чтобы и по ту сторону люди хотели. Согласитесь, огромное количество... Понимаете, человек хочет тогда, когда у него есть выбор. Когда он может подумать, осознать, проанализировать и сделать свой выбор, что он хочет. А когда мы сами ему предлагаем и говорим, вы хотите, наверное, вот этого, давайте вот так, у него сразу появляются рамки, и он не может делать самостоятельное выбор. Игорь Павлович, подключайтесь к разговору. Вот по законодательству, чтобы в тему работы на пенсии достаточно сказать сегодня. По законодательству возраст может ли стать помехой активной трудовой деятельности? В соответствии с статьей 14 трудового кодекса дискриминация, то есть ограничение под трудовым правом, либо получение преимущества, исходя от возраста, пола, в нашей стране запрещено. Да, это на бумаге действительно так. А в жизни, вот как чувствуете, исключения бывают? В жизни бывает по-разному. Я не исключаю, что при рассмотрении различных кандидатов на замещение свободной вакансии наниматель выберет более молодого работника. Но в то же время опыт, он всегда востребован, вне зависимости от возраста. Леонид, вы как наниматель сталкивались и с приемом на работу, в том числе людей 45 плюс и старше. Признайтесь честно, вы действительно готовы взять людей постарше? Неужели в голове не возникают мысли, да молодые шустрее современней? Был как раз такой случай. Одно время я подумал, я устал работать с молодыми, которым нужно постоянно объяснять. Вот мы делаем независимое кино, нам трудно его продавать, это специфический товар. Я устал объяснять. Возьму людей, которые быстро все поймут. И я стал специально подбирать кандидатов, кандидаток 45 плюс. У меня появились проблемы совершенно другого рода. Первая кандидатка, которая на должность СММ и пиара, принесла свои работы на ватмане. Как я могу вести дальше дела, если человек может работать с ватманом, а, например, хотя бы с пауэрпоинтом не может? Я спросил, вы будете заниматься пиаром? Какими мессенджерами вы пользуетесь? Никакими за мной следят из этих мессенджеров. Как я могу работать? Это разговор про то, что все-таки это нормально, когда есть виды работ для молодых, а есть для работ для тех, кто старше? Нет, это вопрос того, что опыт, будучи непереосознанным, непереплавленный в какие-то современные формы, он остается просто воспоминанием. Это мой тезис о том, что воспоминание не является опытом. То, что ты 30 лет проработал на заводе, это очень замечательные твои воспоминания. Но как ты это можешь сейчас на новом оборудовании, с новой ситуацией использовать? То есть это переучиться или еще сделать какие-то шаги, переделать себя, и тогда твой опыт станет, твои воспоминания станут опытом, значит, ресурсом. И даром в всем мире сегодня тренд образования на протяжении всей жизни. Но к этому нам еще стоит очень долго ступенек пройти. Игорь Павлович, как государство сегодня страхует граждан от возможных рисков увольнения в преддверии пенсии? Наниматель обязан продлить, либо заключить новый трудовой договор с работником, который добросовестно работает, не нарушая трудовую дисциплину, исполнительную дисциплину, и которому до пенсии остается менее двух лет. То есть эти два года неприкосновенно, по большому счету, если нет нарушений. Если он не нарушает никаких норм поведения, и также это работает хорошо, то, конечно. Может быть, есть статистика в тему, какое количество жителей региона сегодня работает на пенсию? Ну, сейчас порядка 40 тысяч граждан работает после достижения пенсионного возраста. Можно ли сориентировать на протяжении какого времени? Это чаще 2-3 года, 5-10 или даже 15? Ну, скорее всего, больше период времени, это все-таки до 68-70 лет. Это вот подавляющее большинство. Хотя встречаются люди, которые работают и после 80 даже лет, и в 85 лет. Есть ли сегодня варианты начать свою профессиональную жизнь с нуля, если тебе 50-60 плюс? Это действительно кризисное время, если ты потерял профессию, работу. И в том числе во время пандемии, которая коснулась всего мира, эта тема особо актуальна звучит. Служба занятий всегда открыта для всех граждан, будь то лица предпенсионного возраста, либо молодые люди. Если они остались без работы, они могут обратиться туда, где им предложат подходящие варианты трудоустройства. Если же по каким-то причинам он не может трудоустроиться на имеющуюся у него профессию, ему предлагается переобучиться по востребованной рынке трудопрофессии. В том числе в некоторых случаях с обязательным трудоустройством после, что является своеобразным бонусом. Есть и у нас и такие варианты переобучения, да, с последующим трудоустройством. Временная или сезонная работа – это тоже хороший вариант для тех, кто вроде бы ушел на пенсию, хочет заниматься чуть больше детьми, дачей, домом, но все-таки оставаться востребованным и иметь дополнительный доход. Ну, конечно. Вот как мы опять уже поднимали тему переобучения, то есть много граждан, которые у них уже предпенсионного возраста, у них есть уже ограничения по состоянию здоровья, то есть они могут переобучаться по такой профессии, как оператор котельный. В принципе, здесь они заняты фактически в зимний отопительный период времени, а уже летом, пожалуйста, на дачу с внуками и так далее. Или еще достаточно популярный, я знаю, вариант сегодня – сбор овощей и ягод. Это тоже к сезонной популярной работе в регионе. Ну, здесь есть такой вид мероприятий, государственной программы, как организация оплачиваемых общественных работ. То, в принципе, лица пенсионного возраста, предпенсионного возраста, они активно участвуют в осенний период, когда идет уборка урожая, где могут как раз и получить еще какую-то помощь. Спасибо большое. И снова к нашей онлайн-гостиной. С нами на связи пиар-менеджер аптечной сети «Адель» Юлия Шпак. Юлия, я знаю, что вы стали инициатором проекта по трудоустройству пожилых людей. Идею подсмотрели в фильме «Стажер»? Нет, вот как раз фильм «Стажер», Александр, я подсмотрела после того, как провела проект. Но если бы я посмотрела раньше, я бы, наверное, несколько иначе его строила. Действительно здоровская идея, но все-таки к чему оказались не готовы и вы, и те, кто пришел начать профессиональную жизнь практически с нуля? Я слушала разговор, и мы говорим о лицах пожилого возраста, пенсионного, так, как будто это какие-то неодушевленные лица, и нас среди них никогда не будет. Но я бы не хотела быть оператором котельной, мне до пенсии немного. И видя тех людей после проекта, с которыми мы продолжаем работать, и которым 55 и 60, это не погрузчики овощей. И, знаете, на самом деле мир значительно изменился. Мир изменился, но наши компетенции далеко не всегда позволят работать в аптечной сети. Потому для кого-то выход такой, для кого-то такой. Нет, я, безусловно, согласна, но дело в том, что нужно, наверное, понять, что есть разная возрастная категория, да, и всех, ну, к понятию пожилых, мы не можем сегодня приравнивать 50-летних и 55-летних людей. Это люди достаточно молодые по современным меркам. Несколько лет назад Всемирная организация здравоохранения пересмотрела критерии возраста, да, и пожилой возраст отодвинули на несколько лет. И, по-моему, я боюсь ошибиться, но сейчас он начинается после 63-64. Мы не можем говорить о том, что 55-56 лет — это пожилые люди. Вот об этом я бы хотела, потому что мы сейчас вроде как всех смешиваем немножко. И, начиная говорить о своём опыте, у нас как раз и была такая цель, а точнее даже не у нас, а сначала у меня, я являюсь инициатором проекта, у меня была цель сказать, что когда мне будет 50, я не хотела бы, чтобы меня считали пожилым человеком годным только на сезонные работы. Я хочу сказать, что это молодые, очень сильные, очень крепкие, гибкие, обладающие не только там софт-скилами, хард-скилами, но и соц-скилами, эмоциональным интеллектом, современные развитые люди. И в Беларуси это поколение 50-летних, оно уже выросло, оно готово. Однако стереотипы не позволяют нам ещё воспринимать их именно такими. Юлия, подводя итог, всё-таки что считаете особым достижением личным и компании в целом в работе по этому проекту? Мы в первый проект тестовый набрали 15 человек, и 7 человек у нас успешно работают. А один человек продвинулся за один год по карьерной лестнице и стал заместителем начальника отдела управляющей компании в офисе, хотя приходил к нам в аптеку на должности администратора торгового зала. Я считаю, что это потрясающий результат, доказывающий, что люди, в которых сегодня вряд ли большинство верит, они обладают необходимым эмоциональным уровнем или энергетическим уровнем заряда для того, чтобы переучиться, работать в очень высокой скорости, в коммерческой организации, приносить прибыль, не просто зарабатывать на жизнь, а бороться, конкурировать, управлять продажами, участвовать во внутренних корпоративных конкурсах и выдерживать те требования, которые сегодня предпринимает бизнес к этому человеку. Одним из главных результатов стало то, что несколько работодателей крупных в Беларуси проявили интерес. Это престижная вакансия, это не рабочий обслуживающий персонал, это работа в менеджменте, в офисе. И для тех людей, которые хотят действительно учиться и развиваться, это возможность учиться и развиваться. Спасибо большое за замечательный проект. Я надеюсь, что работодатели других сетей и компаний возьмут на заметку. Анжелика, какие из инициатив, с которыми знакомы, которые поддерживают сегодня по всей Беларуси общественное объединение взаимопонимания, действительно эффективно работают с проблемами эйджизма в нашей стране? Можно сказать, что никакие. И одновременно можно сказать, что работают все. У нас, к сожалению, на сегодняшний день нет проектов, направленных, очень четко направленных на преодоление эйджизма. Нету таких. Но в то же время все проекты содержат определенные компоненты, позволяющие пожилым людям открываться, развиваться и проявлять свой потенциал, реализовывать каким-то образом. И, соответственно, конечно же, это меняет отношение к ним, меняет поведенческие какие-то характеристики и их самих, и их окружения. Но я бы хотела в данном случае вернуться еще к вопросу о законодательстве, о том, как государство защищает сегодня пожилых людей. Законодательство позволяет, допускает, дает очень много лазеек нанимателю для того, чтобы все-таки человека дискриминировать по возрасту. И уволить по достижении пенсионного возраста. Найти способы, это легко. И не принять на работу. Либо ограничить в каких-то еще, может быть, там, правах, преференциях, которые у этого нанимателя предусмотрены. Но здесь, опять же, все зависит, если не на 100%, то на 80%. Вот он убежден от активности, компетенции, саморазвития самого человека. Безусловно. И я даже не могу осуждать нанимателя за это, потому что я прекрасно понимаю, что его цель не обеспечить работой пожилых людей, не решить проблему демографическую, а его цель обеспечить прибыльность и рентабельность своего предприятия. Достижение целей компании. Безусловно. Это классный врач, что он будет работать и до 80%. Да, а вот здесь мы выходим на другую проблему. Почему, имея впереди 20 лет жизни, мы не можем получить компетенции, которых нам не хватает, чтобы в эти 20 лет делать то, что мы хотим, при этом быть финансово независимыми, и при этом еще и финансировать пенсии тех людей, которые уже, к сожалению, не могут измениться. Мы не можем или не хотим? Какое количество из вашего окружения, хотя, понимаю, в том числе там активные современные люди, получило второе образование или периодически отправляется на курсы повышения? Знаете, к сожалению, на сегодняшний день среди вот нашего круга пожилых людей не можем и не хотим, очень часто имеют между собой знак равенства. Во-первых, потому что, как уже не раз упоминалось, мы сами не всегда готовы проанализировать и услышать свой ответ, чего мы хотим. Это раз. А второе про не можем. На самом деле, сегодня есть масса разного рода там кружков, курсов и так далее, но они не позволяют стать профессионалом, получить другую профессию и зарабатывать деньги. В то же время система образования вроде как не запрещает пожилым людям поступить и учиться наравне с остальными. Конечно. И примеры есть такие. Но вот здесь вот самый большой, самый противный, наверное, момент и джизма, который бьет по самолюбию человека просто вот, ну, наотмашь, да. Никто из нас не станет отрицать, что в определенном возрасте появляются определенные способности, но в то же время угасают какие-то другие способности. И на самом деле я очень не завидую тому пожилому человеку, ну, пускай человеку в 50 или 60 лет, который оказался на одной скамье в университете с 20-летними сокурсниками. Поверьте, это очень сложно. Здесь и чисто ментальные особенности очень часто становятся препятствием, и психологические особенности очень сложно переступить через, собственно, где-то самооценку, через какие-то свои комплексы. Вот. Но есть еще и момент нужности и ненужности. Человеку 60 лет, ему не нужны те теоретические знания, которые на первом курсе получают молодые люди. Кирилл, у вас есть тоже достаточно показательный проектный опыт в тему разговора, ведь так? Да, и мне хотелось бы здесь упомянуть немного вопрос стереотипов. Стереотипы по отношению к пожилым людям, там, старше 60, они очень-очень неприятны. Да, вот здесь зачастую они все совершенно разные, но некоторые из них есть даже очень враждебные. Некоторое время назад мы объявили краудфандинговую кампанию по сбору средств на продуктовые наборы для пожилых, одинокопроживающих людей, жертв войны в Лезненском районе. Вот. Нам начало приходить огромное количество комментариев. Зачем это нужно? Я вот тут бегло просмотрел, в основном спрашивают, а для чего помогать им? Да, враждебных комментариев, где говорят о том, что ведь пенсионер в Лезненском районе условный, он очень обеспечен. Мало того, что у него есть пенсия, то есть постоянный доход, так у него есть еще и социальный работник, который ему может помочь. И плюс ко всему, вот до 10 часов можно сходить там, утром можно сходить в магазин, пока там никого нету. Вот. И это достаточно безопасно, да, в ситуации эпидемии в стране. Вот. Помогать надо не пожилым, а кому-нибудь другому, например. Вот. И это такой один из примеров стереотипов. Из моих потрясений за последние 5 лет, ну, было 2 потрясения, когда я отфрендил целую кучу людей. Первый раз это завоевание Крыма, чей Крым, грубо говоря, а второй раз это когда сказали, а что такое ковид? Там же умирают только 80-летние. Это для них опасно. То есть зачем нам карантин? Это же только для 80-летних. То есть 80-летние тоже не люди, пускай умирают. И среди моих френдов выяснилось, что такой процент, я думал, один, но вот этот, я его называл, ЗОЖ-фашизм, то есть мы здоровые, а эти, ну ладно. Вот это меня, ну вот просто, вот я, наверное, поэтому на этой передаче. А есть вторая крайность, когда гиперопекой своей мы тоже дискриминируем пожилого человека, ограждая его от жизни, по сути. Мы думаем, что мы делаем ему хорошо, но на самом деле это ни разу не хорошо. Мы лишаем его активности, мы лишаем его чувства собственного достоинства и каких-то возможностей. Хотя, знаете, вот говоря про проблемы эйджизма, мы сейчас с вами и так немножечко свысока говорим. Мы лишаем их того, то мы можем дать это. И это тоже, наверное, проявление эйджизма. На мой взгляд, все-таки огромный процент зависит от мира ощущения самого человека. И это по-настоящему волшебство, когда в 50, 60, 70, 80 и так далее плечи расправлены, и этот человек является примером подражания для молодых. Еще одно мнение в тему программы из нашей онлайн-гостиной, простите, как вишенка на торте. Она убеждена сама и транслирует другим. Пенсия – время открытий. У ее странички в Инстаграм подписчиков в разы больше, чем у всех нас вместе взятых. Но не об этом. Сейчас я хочу передать слово Ольге Шатыка. Ольга, с большим уважением из Гомеля в Минск. К вашему сыну больше 40. Внуку, если не ошибаюсь, скоро 10. А на сколько ощущаете себя вы? Я ощущаю себя дважды по 35. Я так шучу всегда. Мне 70. Я ощущаю себя на 35. Я точно так же двигаюсь. Я могу подняться на 9 этаж. Я могу пробежаться за городским транспортом. И я глубоко убеждена, что возраст – это только цель. Пенсия для вас всего лишь формальность. Но почему такие мысли всего лишь даже не у 1% белорусов, а даже меньше? Нас, наверное, никто не учил, как нужно жить в третьем возрасте. Мы имели перед собой примеры своих родителей, что нужно делать в молодости. Нужно закончить учебное заведение, приобрести профессию, затем делать карьеру, создать семью и так далее. А вот как нужно жить в возрасте после 60 лет, нас никто не учил. Наверное, поэтому. Если говорить вообще о жизни в третьем возрасте, я считаю, что эта жизнь может быть такой же яркой, такой же интересной, такой же насыщенной событиями, как и жизнь в до 60 лет. По вашим снимкам, я думаю, что все зрители понимают, что вы нашли тот секрет счастливого долголетия, активного долголетия. И все-таки, я так понимаю, именно это и подтолкнуло вас стать блогером. О чем и для кого ваша страничка в Инстаграм? Я хотела просто убедить женщин не бояться своего возраста. Я хотела показать своим собственным примером, что жизнь после 60, я повторяю, она может быть периодом исполнения тех мечтаний, желаний, которые были в молодости, на которые в то время не хватило, в тот период жизни не хватило времени. И я считаю, что человек должен быть открыт всему новому, должен интересоваться какими-то современными, может быть, знаниями, технологиями. Он должен идти в дому со временем. И в этом случае его жизнь будет интересной, она будет насыщенной. И каждый человек должен иметь какую-то цель, которая придает смысл его жизни. Вот для меня такой целью стала моя миссия. Настоятельно рекомендую зайти на страницу Ольги в Инстаграм. И все-таки интернет, он же ведь такой злой. Неужели не бывает на вашей страничке комментариев типа «Ну а почему бы ей не жарить пирожки для внука? Ведь привычный образ человека на пенсии совершенно другой». У меня нет хейтеров. Мне пишут очень много благодарностей, говорят о том, что я вдохновляю. Но образ жизни, вы знаете, каждый ведь выбирает для себя то, что ему нравится. И я не осуждаю женщин, которым нравится, например, выращивать овощи на приусадебном участке или готовить драники для своих внуков. Но мне интересно вести свой блог, мне интересно заниматься моделингом, мне интересно вести вот этот здоровье, сохраняющий стиль жизни и призывать всех остальных вести такой же стиль жизни. Смотришь на вас, и плечи расправляются. Ольга, и в завершении, мы на протяжении всего эфира пытались разгадать секрет, как же работать эффективно с проблемой эйджизма. На ваш взгляд, эта проблема касается только тех пожилых, которые эйджизм к себе подпускают? Я думаю, что да. И вообще к жизни в возрасте после 60 нужно готовиться, наверное, заранее. Заранее найти для себя какое-то интересное дело, где бы ты хотел развиваться, и благодаря которому ты можешь потом и получать какой-то доход. Я считаю, что всё зависит от самого человека, от его мироощущения, от его взглядов на жизнь, от того, как он ощущает себя в этой жизни, а главное, как он видит и оценивает свои перспективы. Потому что, да, действительно, после 60 нам с вами придётся жить ещё очень долго. Ольга, спасибо большое. Успехов и здоровья вам. Вы замечательный мотиватор для всех нас. Анжелика, ну вот все ли услышат в этом интервью то, что нужно? Для всех ли образ жизни Ольги станет мотиватором к действию? Я думаю, как обычно, в этом каждый услышит то, что он захочет услышать. Я не уверена, что это станет мотиватором для всех. Если бы всё было так просто, то, наверное, мы давно избавились бы и от проблемы эйджизма, от такого явления, как эйджизм, и от проблем, которые вытекают из этого. На самом деле, я думаю, что нам нужно настраиваться на то, что работать с этим предстоит долго. Во многих странах создаются целые министерства семьи, целые министерства, там по-разному они называются, для решения вот таких проблем связанных. Да и для того, чтобы мыслить и выглядеть, как Ольга, нужно всё-таки так много сил каждый день прикладывать каждому из нас, что, наверное, проще занимать другую позицию. Ну, и здесь, знаете, здесь ещё очень важный момент. Ольга, она действует как свободный человек. Посмотрите на неё, как она говорит, как она себя любит, как у неё светятся глаза. Человек выбрал для себя свободу, и человек следует этому выбору. Поэтому у неё всё получается. Освободиться, выбрать свободу, на самом деле, очень страшно. Это не так просто каждому человеку сделать. Иногда действительно, вы совершенно правильно говорите, проще оставаться в рамках заданных кем-то другим и ожидать, что этот кто-то будет решать за тебя твои проблемы. Свобода – это всегда и большая ответственность. Это не только удовольствие. Ну, а мы начнём подводить итоги программы и ещё одно мнение, включение Раисы Синельниковой. Пожалуйста. Пример сказка Толстого. Старик и внук. Знаете её, наверное. Дедушка старенький, без зубов, ест из чашки, у него вытекает что-то изо рта. В один день это неприятно, ему сажают за печку есть. В один день он чашку уронил, разбил, и ему дают деревянную лоханочку. В один из дней внук этого дедушки Миша сидит на полу и что-то из деревяшек строгает, делает. Родители спрашивают, что ты, Миша, делаешь? Мастерю лоханку, чтобы, когда вы станете старенькими, кормить вас из неё. То есть то, что мы говорим, имеет очень серьёзное значение для следующего поколения, которое придёт и будет воспринимать вещи так, как они видят их сегодня. Спасибо большое за очередную порцию мудрости от Ларисы Синельниковой. Время подводить итоги разговора. Я благодарю всех вас за то, что сегодня оказались в этой студии. Не самая простая задача говорить о сложном. И всё-таки, что главное вынесло для себя, какую основную мысль хотите транслировать сейчас при подведении итогов? Кирилл. Мне кажется, для того, чтобы избавиться от эйджизма, надо создавать больше медиапродуктов, в которых бы пожилые люди были бы полноценными, самодостаточными героями, а не стереотипизированными. Кстати, продолжение темы. Ольга, лицо компании достаточно крупных брендов сегодня в Беларуси. Что касается трудоустройства, это ведь тоже важный элемент активного долголетия. Поэтому хочется, чтобы наниматели при принятии решений о приёме на работу либо продлении контракта всё-таки оценивали деловые качества претендента, а не его возраст. То есть я думаю, что тогда проблема будет уходить на нет. День за днём мы все приближаемся к старости, к пенсии, а потому действительно всё актуально, эта тема звучит для каждого из нас. Ведь так? Да, где-то лет через 15. Почему, в общем-то, наверное, я на этой передаче? Лет через 15 – это будут мои проблемы. Поэтому сейчас нужно заниматься этим вопросом. И я что хотел в качестве резюмирования? Мы на самом деле сегодня эту тему только-только потрогали. Мы не поговорили об эйджизме в медицине. Какой у вас диагноз? Ну вы же уже старенький. Мы не поговорили, как нужно изменять программу, где брать специалистов на переобучение, как менять осмысление людей. Хороший пример – это хорошо. А не могут быть у нас там полтора миллиона блогеров. Конечно. Эти вопросы, ниши для этих людей в обществе сейчас не открыты. И я надеюсь, что вот про эйджизм искать другие каналы, дальнейшие коммуникации. Это должен быть общественный диалог по поводу эйджизма. И тогда, возможно, лет через пять, ближе, когда мне уже нужно будет об этом думать, ситуация будет помягче и посвободнее. Анжелика, будем считать, что сегодняшние встречи и сегодняшний эфир программы – это будет все-таки для большого количества зрителей поводом, как минимум, задуматься. И это тоже немало. Конечно. Я думаю, повод задуматься назрел уже очень давно. И, как мне кажется, сегодня каждый из нас должен задать себе вопрос «Зачем?» Вот зачем в нашем обществе продолжительность жизни увеличивается? Зачем мы должны преодолеть эйджизм? Что мы от этого хотим? И сегодня, мне кажется, главная задача – начать об этом хотя бы просто говорить открыто и честно. Итак, это были наши выводы. Сделайте свои. На этом ставим точку. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова